Евро-доллар начал неделю с небольшого снижения котировок. Продажи пары носили умеренный характер и завершились уже на уровне 1,2915. Снижение остановило заявление премьер-министра Китая Ли Кеттиана на его встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, в которой он выразил поддержку европейской валюте, пообещав оказать содействие в укуплении экономики еврозоны. На фоне такой вербальной поддержки курс пары стабилизировался, а затем начал расти, не выходя, впрочем, из узкого бокового диапазона, ограниченного уровнями 1,2948-1,2915. Дорги в целом проходили довольно вяло на фоне выходного дня в Великобритании и празднования Дня памяти в США. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение коррекционного отката пары ориентировочно в ценовую зону 1,2887-1,2860, а затем возобновление подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,2931-1,2950-1,2965 и, возможно, к 1,30. В ценовой зоне 1,30-1,3070 ожидаем разворот пары и ее снижение к предыдущим локальным минимумам 1,2821-1,2796 и ниже. Британский рынок вчера отдыхал в весенние банковские каникулы. Тем не менее фунт доллара, отметившись на новом максимуме 1,50-1,55, далее в ходе европейских торгов продемонстрировал довольно активное движение, корректируясь к предыдущему подъему. Под воздействием слабой экономической статистики и в ожидании прихода в Банк Англии нового управляющего Марка Карни, с именем которого связывают дальнейшее ослабление фунта, британскую валюту явно клонило на юг. На снижении пара пробила ключевой уровень поддержки 1,51, но закрепиться ниже не сумела и завершила день легким откатом к ценовому уровню 1,5099. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение коррекционного отката пары от ее предыдущего подъема и снижение валюты в ценовую зону 1,5067-1,5046. Далее ожидаем возобновление восходящего движения фунта и подъем пары к целевым уровням 1,5113, 1,5155 и 1,5176. Если этот последний уровень будет пробит, последует дальнейший рост пары к ценовым уровням 1,52-1,5236. Если быкам по фунту не удастся преодолеть уровень дневного разворота 1,5113 и уровень сопротивления 1,5176 по линии 233-дневной скользящей средней на часовом таймфрейме, курс пары начнет снижение от достигнутых на подъеме текущих ценовых уровней. Направление снижения предыдущий локальный минимум 1,5013 и ниже. В экономическом календаре вторника Китай опубликует индекс опережающих индикаторов за апрель. Швейцария представит итоговые показатели по балансу внешней торговли за апрель, включая объемы экспорта и импорта. В США будет опубликован индикатор потребительской уверенности за май, производственные индексы ФРС Ричмонда и Далласа, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны и композитный индекс цен на жилье за март месяц. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru. В разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.